Дисциплина географии международного туризма. Тема лекции «География международных туристских потоков». Всемирная торговая организация выделяет шесть, несколько отличных по составу, отпринятых в отечественной географии туристских макрорегионов мира. Европейские – это страны Западной, Северной, Южной, Центральной, Восточной Европы, включая все бывшие республики СССР, а также государства Восточного, Средиземноморья – это Израиль, Кипр, Турция. Американские – страны Северной, Южной, Центральной Америки, островные государства и территории Карибского бассейна. Азиатско-Тихоокеанские – это страны Восточной, Юго-Восточной Азии, Австралия и Океания. Африканские – страны Африки, кроме Египта и Ливии. Южно-Азиатские – все страны Южной Азии, Ближневосточной – страны Западной, Юго-Восточной Азии, Египет и Ливия. Туристские путешествия для отдыха и развлечений являются наиболее массовыми среди других видов. Для этого можно выделить три основных особенности. Первое. Внутрирегиональные поездки преобладают над межрегиональными. Меридиональная направленность туристских потоков – отличительная черта. Туристы из северных стран в основном отдыхают на берегу теплых морей. Отмечаются расширения встречных потоков с юга на север. Также третье отличие – это получил развитие обмен туристами между бывшими метрополиями и колониями. Этому способствуют прочные традиционные связи, отсутствие языкового барьера, упрощенные туристские формальности. Европа является самым крупным рынком для туризма с отдыхом и развлечениями. Здесь формируются и сюда направляются главные турпотоки. Внутрирегиональный характер туризма выражен более ярко, чем межрегиональный. Наиболее посещаемыми странами туризма, отдыха и развлечений являются Франция, Испания и Италия. В Америке подавляющая часть туристских потоков сосредоточена внутри региона. Особенно интенсивен обмен между США, Канадой и Мексикой. Например, в Мексику ежегодно посещают свыше 20 миллионов туристов из стран США. Канаду свыше 15 миллионов человек. Ежегодно американцы совершают свыше 1 миллиарда поездок преимущественно для отдыха и развлечений, а также посещения родственников и знакомых. В Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе туризм еще очень молод. Основные турпотоки направляются в Восточную Азию, это свыше половины. Странам Юго-Восточной Азии отдают предпочтение 1 третья часть туристов макрорегиона. Сианган, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Корея, Индонезия и Тайвань являются наиболее популярными тур-направлениями. Экономический рывок этих стран привел к резкому развитию индустрии отдыха и развлечений. Эти территории притягивают туристов возможностями пляжного отдыха и экзотикой, привлекая в своей индустрии развлечения и Япония. В выездном туризме идущую роль играет Япония. До 30 миллионов поездок с целью развлечений и покупок. Большая часть турпотоков со служебными целями направляются в Европу. Основной поставщик деловых туристов в Европе это Германия. Ежегодно свыше миллионов 5 миллионов немцев отправляются в командировки. Из них 3% выезжают за рубеж, 21% путешествуют за границу и внутри своей страны, 76% примерно, совершают служебные поездки по Германии. Среди европейских государств, принимающих потоки деловых людей, выделяются Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Италия, Испания, Швеция, Швейцария. Особое место занимает Бельгия с главным городом Брюсселем, являющимся одновременно и столицей европейского сообщества. Сразу хочу напомнить, уважаемые студенты, что по всем государствам, нужно будет все государства найти по карте и еще раз вспомнить их столицы и место расположения. Стремительно развивается бизнес-туризм на американском континенте. Каждая восьмая поездка в новом свете совершается со служебными целями. Основные потоки деловых людей направляются в США, Канаду, Мексику, лидирующие на всех сегментах тур-рынка в западном полушарии. Увеличивается количество прибытий со служебными целями. Это в Парагвай, Гватемалу, Коста-Рику. Спасибо за внимание.